Теперь переходим к формальной семантике этого самого эпидемиологического исчисления изгаза. В прошлый раз, как и в конце, мы уже говорили про называемые логические матрицы. Интерпретация такая. Мы рассматриваем множественных значений, которым заданы обычные логические операции. И одно из них значение выделено, это истинно. Мы тогда, какая из этих матрицев, это модель вычисления, если какие бы мы предъявали значения в формуле, где будет получаться единица. Это были примеры. Матрица была, где была вторая единица. И в центре казахской матрицы, это модель. И все это не сказало, когда закончил книгу, с родным изучением этой модель приоритета. Сейчас, раз, на самом деле, если вам книгу, там в книге, там влечит описание, на самом деле, как бы логических матриц, которые являются моделями специалистов впечатления высказанных, называемыми чердобуевыми алгебрами. Некоторое обобщение понятия булевой алгебры, которое используется для интерпретации классической логики высказанных. Вот всегда были бы алгебры. А были бы частные случаи, всегда были алгебры. А дальше есть некоторые частные случаи, что еще вначале частные случаи, когда были алгебры. Вот называется алгебра открытых множеств экологического пространства. И все это приводит к некоторой тематике, к тем, кто книжку из своих не стал или будет стать. А мы сразу уже результаты рассмотрим. Некоторую семантику, то есть смысл, то есть смысл, формула многое высказываем. Смысл такой, что смысл, как бы, все формулы, вводимые в рецепт общение высказываний, будут истинные. Вот. Здесь мы вспомним, что значит традиционная истинность. Традиционная истина значит сказано-казано. И получается, что вот состояние этого истинного сказания не истинно, но вот оно как бы от времени зависит. Вот, на самом деле, мы вводим это сходление, так сказать, временную шкалу. Только шкала вот не линейная, там, сегодня, завтра, после завтра, а такая разветвленная, частично порядочная умность. Итак, пускай как, какое-то непускайное множество. Ну, то, что придется сказать, называется моделья гриппки. Моделья гриппки – это цены, в начале 60-х годов до санта прошлого года. Но только для звуковской логики, там, или модельной шлойки. И после этого можно задать патоминарные отношения. В частичном порядке, в частичном порядке. Отношение рефлексивное. То есть для любого x и xk, для любого альфа и xk, в частичном порядке, как альфа предшествует альфа. Предшествует. Дальше. Дальше. У любых альфа и бета и xk. Если альфа предшествует бета, бета предшествует альфа. Альфа. Вот тогда альфа и бета совпадают. Так. Антисимпочист. И трозитивность. У любых альфа, бета, гамма и xk. То есть альфа предшествует бета, бета предшествует гамма. Вот тогда альфа предшествует альфа. Вот так. Можно наглядно изображать вот такими вот точками. Например, вот. Точки. Это вот альфа с этими гореками. И значит, если одна точка, ну, один точка шествует другую, если она... И теперь можно добраться, ну, двигаясь вверх по альфа. Это наглядное изображение. Мы там, на самом деле, как бы реально будем использовать... На самом деле, можно обойтись... Вот так, как ты уже смотришь, не просто происходить, если ты управляешь, просто... А, кстати, на самом деле, просто конечные деревья. Есть корень, вершина, и дальше там что-то растет вверх. Конечные деревья. На самом деле, это достаточно. Вот мы элементы, что он может быть как, компетируем как моменты времени. Но моменты времени, не в физическом смысле, а так вот, ну, мы же следим за истинностью высказываний, то есть за развитием знаний. Поэтому, как бы, момент, это состояние знаний. Состояние знаний, вот это... Если, например, там, за выходные, ничего не было нового доказана, то, конечно, один и тот же момент. В физическом времени для чиселя это одна точка. Потом свершилось какое-то доказанное, то следующий момент. Причем, что-то одно нужно. А может быть, завтра уже другое доказанное. Тогда бы другой состояние, как мы сказали. Поэтому у нас такое ветвление происходит. Есть сегодняшний момент, а будущее, оно такое многообразное. Ну вот, теперь шкала... Это, так сказать, шкала логики, плюс вот А, на которой задана вот эта вот отношение. То есть, просто момента времени, и мы слышим, что момент А за 36, а вот моменту БЭТА. Ну, а теперь формулы. Форму у нас строится из переменных, да? Вот. В классической логике мы что делаем? Переменные передаем истинное значение. Говорим, что это истина или лучше. А тут мы вот как делаем. Мы переменные интерпретируем в каждый момент. А именно, для каждого момента А изможно К, мы говорим, какие переменные принимают значение истину, так сказать. Ну, как мы с вами... Некоторое истин, некоторое нет. Переменных много там. Мы говорим, что в данный момент, как, пускай истина то-то, то-то, то-то. Мы один по три там. А другие не истинные. Это не значит, что можно. Не истинные. Мы не понимаем. И должно быть... И должно наблюдаться при этом, нам, эти принципы хранения истинности. То-есть, если Альфа путешествует... То-есть, момент Альфа истинно по ИТА, и Альфа путешествует В, в этой протоколе поздний момент, на момент В это истина то-ИТА. То-есть, то, что истина сегодня, остается истиной всегда будущей. Дальше... Поделяется истинность в сложную, в более сложную форму. В момент Альфа истинно конюнция А и В. Тут еще просто. Это означает, что в момент Альфа истинно А, и в момент Альфа истинно В. Вот обычно. В момент Альфа истинно дисюнкция А и В. Тоже просто. В момент Альфа истинно А, или в момент Альфа истинно В. А с импликацией сложнее. В момент Альфа истинно дисюнкция А увеличен В. Это означает, что в момент Альфа, и всегда в будущем, я пишу, что для любого В это больше не равен, а на Альфах непонятно. Тут последующее. Если в момент В это истинно А, то в момент В это истинно В. Как видим, истинность импликации в данный момент определяется, не определяется по всем, что именно А и В, они истинные или ложные. Главное, что будет в будущем. А именно истинно импликация, что если истинно А, то истинно В. Каждый раз про истинно А, то истинно В. Например, может быть, что никогда не истинно А, и тогда импликация будет истинно. Теперь, как это связано с импликацией смыслом? Ну, для того, что... Что здесь нампликация? Доказанная импликация, да? Доказанная импликация. Ну, если мы сегодня, то есть мы сегодня вкладеем способом из доказательства А получать доказательство В. Нам понятно, что и уже сегодня, и всегда в будущем, когда будет доказано А, мы будем, ну, и докажем В. И докажем В. Вот такая вот цартука импликации. Например, отрицание. В момент альфа истинно отрицание А. Это означает, что в момент альфа истинно в будущем не истинно А. Это не истинно. То есть сегодня истинно отрицание, формул А. Есть и сама формула А, не будет истинной сегодня и никогда в будущем не будет истинной. Это вот цена. Ну, теперь мы докажем для каждой формулы определено. Истинна она или нет? Ну, вот если мы заданы вот это самое отношение. Это шкала клипки. Это вот у нас немножко окажется. Если мы говорим, то есть еще задано вот это вот отношение. Это модель клипки. То есть если мы до нашей школы и сказано, какие переменные там в каждый момент истинные. Ну, соблюдение это слово. Принцип сохранения истинности. Вот. Теперь. Первое. Принцип сохранения истинности переносится и на все формулы. То есть если в момент А истинно А, и В, как и более поздний момент, то тогда в момент В тоже истинно А. Это легко это определение вывести. Привиарно. Это легче самому разобраться. Посмотрим на определение, чем много слов говорить. То, что истинно сегодня остается истинно всегда в будущем. Следующий модель, что это модель клипки. Что любая формула истинно выводила в тот момент вычислении высказываний истинно в любой модели клипки в любой момент. Это тоже проверяется и тоже, если можно, так сказать, провести. Если в книжке там это в следствии теоремы прям всегда болевал. Истинно это понятно, не важно того, что вы истинно нет, а уже не будет говорить, что это не происходит, а не будет. Это теорема корректности, в зависимости от значительной модели глибки. Уже эта теорема позволяет доказывать невыводимость некоторых формул. Субтитры создавал DimaTorzok